2024 год стартовал, и все люди, которые делают ставки, хотят, чтобы этот год принес им максимальную прибыль. Поэтому в этом видео 10 правил успешных ставок, следуя которым ты сделаешь большой рывок и очень сильно улучшишь свою игру. Меня зовут Егор Белянин, и в сфере ставок я нахожусь уже пятый год, и на этом канале делюсь с вами своими знаниями и опытом. В этом видео мы будем двигаться от простого к сложному, поэтому если первое правило покажутся тебе знакомыми, то все равно продолжай смотреть это видео, потому что самые горячие и сочные правила я оставил на концовку. Поэтому обязательно досматривай это видео до конца, а мы начинаем. Первое правило, с которого хочется начать, это фундамент. На нем ты уже будешь строить свою пирамиду успеха. Без применения этого правила о плюсовой игре говорить просто бессмысленно. Поэтому это правило очень важное, именно поэтому я и сделал его первым. Итак, правило номер один. Прими факт сценарности современного футбола. Сценарность футбола подразумевает то, что все матчи на профессиональном уровне, на которые можно делать ставки, играются по запланированному сценарию, который футболистам кто-то продиктовал свыше. И да, не путай сценарные и договорные матчи. Договорный матч это немного про другое. Договорной матч это когда футболисты между собой договорились, как сыграют, и затем на поле потом притворяют свои намерения в жизнь. А сценарный матч это когда футболистам продиктовали сценарий, по которому должен пройти матч свыше. То есть не они решили, а им сказали, и они этот сценарий выполняют. Многие сейчас начнут возмущаться и говорить, как так, этого быть не может, кто это всем может управлять и так далее. Друзья, для того, чтобы принять эту информацию, нужно быть осведомленным. Я интересуюсь этой темой, и я осведомленность в этом вопросе имею. То есть я нахожу подтверждение вот этой теории сценарности футбола в книгах, в фильмах, в разных интервью, просто даже в реальной жизни и других источниках. И поэтому управляет тот, у кого есть деньги. А деньги есть у кого? Правильно, у букмекеров. Ведь именно за счет денег, которые люди оставляют у букмекера, строятся огромные стадионы, и футболисты получают многомиллионные контракты. Вы не задумывались, почему именно у футболистов такие огромные контракты? А может быть потому, что на футбол делают ставки? Уверен, большинство из вас делают ставки только на футбол. Ну, максимум, может быть, что на баскетбол, теннис и хоккей. Но на этом точно все. На условный биатлон или гольц не ставит вообще никто. Оттого в других видах спорта крутится меньше денег, и как следствие у футбола повышается зрительский интерес. Ну вот вы, например, знаете, чем сейчас занимается чемпион мира по гольфу? Ну ведь вряд ли, зато сейчас все новостные ленты просто переполнены новостями о том, что Криштиану Роналду подарил своей маме. В общем, если вы примете факт сценарности футбола, то для вас в 2024 году это будет самым большим шагом на пути к плюсовой игре. В подсказках я оставлю конкретные видео, в которых давал четкие примеры и доказательства того, что футбол нечестный. Обязательно потом их посмотрите. А если у вас все-таки есть вопрос, неужели нас всех обманывают, то подумайте. А возможно, кому-то выгодно, чтобы люди жили в неведении? Возможно, кому-то выгодно, чтобы люди не знали всей правды? Вот вы, например, никогда не задумывались о реальной видовой пище человека? Вы никогда не задумывались о настоящей форме Земли и других вопросах? Думаю, пищи для размышления вам дал немало, а мы продолжаем. Если вы согласились с тем, что футбол сценарный, то тогда встает вопрос. Если игру анализировать не нужно, то что тогда нужно анализировать? И на этот вопрос есть очень простой ответ. Анализировать нужно цифры, то есть коэффициенты, которые букмекер выставляет на матч и через которые говорит нам о своих планах. Процесс анализа коэффициентов заключается в том, чтобы находить матчи, которые уже были сыграны до нашего, под похожие коэффициенты и смотреть на их результаты. И результаты матчей под схожие коэффициенты могут быть очень схожи. Через анализ прошлого мы можем узнать о будущем. По такому принципу составляется долгосрочный прогноз погоды. Волант из «Мастера и Маргарита» сказал очень хорошую фразу. Люди как люди, любят деньги, но ведь это всегда было. Поэтому не бойтесь при анализе сегодняшних матчей смотреть на прошлые результаты. Потому что именно в прошлом вы можете найти очень много ответов на сегодняшние вопросы. А для того, чтобы процесс анализа коэффициентов был простым и понятным, я рекомендую тебе пользоваться специализированным автоматизированным сервисом для анализа коэффициентов. Называется он «Бэтбаза». Я пользуюсь им уже пятый год и очень доволен. А также провожу обучение о работе с этим сервисом, на котором за 10 дней научу тебя базовому пользованию этим сервисом, а в конце ты получишь скидку в 20% на полноценное подключение «Бэтбаза». Зайди в описание, там будет ссылочка на подробную информацию об этом обучении и приходи на интенсив. Третье правило. Обзаведитесь необходимыми инструментами. Два самых главных инструмента для успешной игры на сапках – это «Игровой банк» и «Игровой флэт». «Игровой банк» поможет вам выстроить четкую систему, выдерживать длительные серии без побед и, конечно же, будет вам показывать, в плюсе вы находитесь или нет, потому что вы будете видеть, уменьшается ваш «Игровой банк» или увеличивается. Для того, чтобы сформировать «Игровой банк», вам понадобится какое-то время, чтобы накопить нужную сумму, но я не советую вам торопиться, потому что матчи будут всегда и завтра, и через год, и через 10 лет. Поэтому не торопитесь, формируйте «Игровой банк» и начинайте играть профессионально. Бывает, что в общении с людьми мне пишут, что сумма ставки у конкретного человека зависит от настроения, либо каких-то там еще других факторов. И это очень грубая ошибка, никогда так не делайте. Возьмите себе за правило делать ставки всегда на одну и ту же сумму – 1% от банка, либо максимум 2% от банка. И если вы выбрали, допустим, флэт 2% от банка, то всегда ставьте только 2% от банка, не больше и не меньше. Если, допустим, вы видите какое-то очень уверенное событие в линии и хотите поставить на него больше, то спросите себя, на нем написано, что оно точно зайдет? Ну, как бы нет. Или наоборот, если какое-то есть рискованное событие и вы хотите, ну, полфлэтика на него поставлю, то спросите себя, а зачем мне тогда вообще рисковать, связываясь с этим событием? Для чего? Играйте флэтом, и это очень сильно поможет вам прокачать вашу самодисциплину и сохранить ваш игровой банк. Четвертое правило. Всегда стремитесь получать новые знания. Новые знания всегда открывают нам двери для новых возможностей. Обратимся к моему примеру. В начале прошлого года на этом канале было 200 подписчиков, и я купил за 25 тысяч рублей курс по продвижению на YouTube у одного крупного блогера с миллионной аудиторией. И спустя год на этом канале стало 1000 подписчиков. То есть мы увеличили количество подписчиков на 500%, и все это было сделано исключительно благодаря курсу. Помимо этого я завел там некоторые новые знакомства. Например, познакомился с человеком, который теперь делает годнейшее превью для моих видео. Встретился с ним лично летом в Москве. Ну и, конечно же, отбил деньги, которые я вложил в этот курс. То есть благодаря этому курсу я заработал больше, чем потратил на его приобретение. Мне было не жалко тех 25 тысяч, которые я потратил на его приобретение, потому что я понимал, что рано или поздно я смогу их отбить, и благодаря этому курсу выйти на новый уровень. Поэтому если вы проходите какой-то курс или читаете какую-то книгу, то это может очень сильно расширить ваши возможности и сильно улучшить вашу жизнь. Что же касается ставок, то на этом канале и в своем телеграм-канале я бесплатно делюсь с вами своими знаниями, поэтому вступайте в мой телеграм-канал, подписывайтесь на этот ютуб-канал, и не забывайте про мое 10-дневное обучение по работе с сервисом Бэтбаза, который я провожу для вас. Пятое правило. Не ищи стратегии гарантированного заработка на ставках. Это максимально бесполезное занятие, потому что вселенная так устроена, что ты никогда ничего не получишь, не отдав перед этим. У тебя есть гарантия, что ты завтра утром проснешься? Как говорил Садгуру, есть ли у тебя гарантийный талон? Нет. И у меня нет. И у любого другого человека на этой земле тоже такой гарантии нет. Интерес к жизни определяется яркостью переживаемых событий. И для того, чтобы понять вкус победы, нужно почувствовать горечь поражений. Если бы хоть чего можно было добиваться гарантированным способом, то это бы точно очень быстро потеряло интерес для любого человека. Предположим, что вам ежедневно бы платили миллион долларов. И что бы вы на них делали? Вы бы купили себе остров Тихом океане, Роллс-Ройсы, машины, другие квартиры, самолеты, яхты и так далее. Но очень скоро такая праздная и одобразная жизнь потребителя вам бы очень сильно наскучила. Именно поэтому главный закон вселенной гласит, что перед тем, как что-то получить, ты должен что-то отдать. И только следуя этому и другим законам вселенной можно обрести счастье и внутреннюю гармонию. Ну и, конечно же, не испытывать проблем в финансах. Шестое правило. Относись к ставкам как к своей работе. Многие относятся к ставкам как к развлечению, и эта мысль очень сильно пропагандируется в сети. Но если ты занимаешься развлечением, то тогда вообще о каком заработке может идти речь? Если ты хочешь когда-нибудь стать плюсовым игроком, то относись к этой деятельности максимально серьезно. Дверь учет своих ставок, анализируй статистику своих прогнозов и ставь цели. Причем это должны быть разные цели. Как, например, получить какие-то определенные знания в этой сфере, так и заработать какое-то определенное количество денег. Но очень важно замотивировать мозг той картинкой, в которую ты попадешь, все вещи, которые ты обретешь, и то, что ты сделаешь с этими деньгами. Тогда он будет понимать, что в финале его ждет очень большая награда. И он поможет тебе быстрее прийти к этой цели. Если же он будет видеть, что ты развлекаешься и делаешь ставки абы как и просто так, то он будет понимать, что не получает должной отдачи и очень быстро поможет тебе слить твои деньги, чтобы ты не тратил время впустую. Седьмое правило. Помни, что успешными становятся всего лишь 0,2% людей. В одном из последних видео я говорил о формуле, применив которую, ты сможешь как раз-таки попасть в этот нулевой процент людей. Ну а сейчас пойми, что гениями не становятся просто так. И удача, и озарение приходят к людям тоже не просто так. Сопутствие удачи – это результат постоянства в том деле, которое ты любишь и которым ты занимаешься, или другими словами, в следовании своей мечте. Невозможно создать шедевр, следуя какому-то алгоритму. Нужно вот это вот наитие свыше. А это наитие приходит только после многолетней работы, от которой ты будешь нереальнейше кайфовать. Да, это очень важно. Очень важно кайфовать от процесса, потому что если ты делаешь ставки только ради заработка, то ты гарантированно всегда будешь находиться в минусе. Потому что всегда в приоритете должно быть удовольствие от того процесса, в который ты погружен, и от того дела, которым ты занимаешься. То есть сначала ты вкладываешь всю душу и всего себя в то дело, которое ты любишь, а затем к тебе приходит результат. И никак иначе. Правило номер восемь. Будь готов получать результаты не сразу. Для того, чтобы получить профессию, сначала нужно отучиться в универе четыре года. Но это минимум четыре, а то и пять или шесть. И в ставке это абсолютно такая же деятельность. И ключ к успеху в постоянстве. Если ты долбишь в одну и ту же точку, то рано или поздно ты придешь к своей цели. Теперь снова обратимся к моему примеру. На ютубе насчитывается около 51 миллиона каналов. Всего лишь 15,8% из них имеют аудиторию в тысячу и более человек. А это значит, что у меня уже получилось попасть в этот достаточно небольшой процент людей, у которых есть тысяча и больше подписчиков. И что я для этого делал? Долбил в одну точку, снимал видео, монтировал их, делал превью, заказывал превью, отправлял на монтаж. Короче, занимался работой над видео, пилил контент, выкладывал видео, уже практически в 150 роликов и результат пришел. Да, это не какой-то сверх космический результат, но это уже 15,8% тех, у кого есть тысяча и более подписчиков. И это уже, я считаю, очень неплохой результат. Поэтому постоянство, вот ключ к успеху в любой сфере. И, конечно же, к ставкам это относится в полной мере. Девятое правило. Иди против толпы, но при этом не навязывай свое мнение окружающим. Многие люди используют игровой анализ, но при этом многие люди и находятся в минусе. И нам должно быть абсолютно пофиг, что делает большинство. Потому что большинство зачастую оказывается в проигрыше. Как говорится, свято место пусто не бывает. Главное, не навязывай свою точку зрения. Потому что тот, кто открыт к получению новой информации, всегда сам первый будет интересоваться. А тот, кто переполнен скептизмом, тот в любом случае ахает все твои попытки его просветить, если можно так выразиться. И просто заблокирует все твои попытки ему что-либо рассказать. Футбол сценарный только потому, что в это верит небольшое количество людей. А толпа верит в честный футбол. И даже после просмотра этого ролика, большинство людей все равно будут продолжать верить в честный футбол. Как бы красноречиво я сейчас здесь не рассказывал. И да, предположим, у тебя есть какие-то друзья, которые тоже делают ставки. И они используют игровой анализ. А, к примеру, ты сейчас вдохновился на коэффициентный анализ. И потом ты такой подходишь к ним и говоришь. Эй, придурки, короче, заканчивайте коэффициентный анализ, надо пробовать. Вот не надо говорить. Пускай каждый занимается тем, что ему ближе. И у каждого есть свобода выбора. Если пока те люди не пришли к коэффициентному анализу, значит он им просто не нужен. И пускай каждый занимается тем, чем занимается. И пускай каждый сам выбирает, в какую сторону ему направить свою жизнь. И да, результаты всегда говорят красноречивее любых слов. Именно поэтому я сейчас стараюсь доказывать свою состоятельность делами, а не словами. И последнее, десятое правило. Нужно всегда иметь стопроцентную веру в свой успех. Только в таком случае ты можешь достигнуть своей цели. Что бы вокруг ни говорили. Друзья, до этого момента досмотрели не все. И до этого момента досмотрел только тот, кто реально хочет развиваться и улучшать свою игру. И да, друг, именно для тебя, который досмотрел это видео до этого момента, я хочу рассказать о том, что у меня есть закрытая группа с прогнозами на футбол от меня. Доступ в закрытую группу ограниченный. И сначала я всегда задаю вопросы, чтобы понять, будет ли нахождение тебя в моей закрытой группе полезно нам обоим. Поэтому, друг, ссылка на всю информацию о закрытой группе, включая статистику и все остальное, будет в описании под этим видео. Переходи по ней и почитай про закрытую группу. Также в описании будут ссылки на все мои контакты, написав на которые, ты всегда сможешь получить ответ на свой любой вопрос лично от меня. Друзья, честно говоря, я уже нереально замерз и пора нам это видео заканчивать. Благодарю каждого, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну а с вами был Егор Белянин. Это проект Проставки. Увидимся уже совсем скоро. Пока.